всем привет привет на mobius и попали на трек про какие параметры компьютера влияют на скорость сборки проекта давайте знакомиться я мирко александр из компании циан работаю в платформенной команде android разработчиком данил расскажи про себя ну я собственно данил перевалов также работаю в циане и также в платформе вот у тебя такой интересный доклад про железки и про android расскажи ты железками увлекаешься да я прям обожаю то есть собирая все консоли люблю компс перебирать периодически раз пару лет вот стараюсь это сделать подешевле собственно наверное из этого в итоге доклад и вылился и каким набором железа ты сейчас обладаешь ой ну сейчас у меня 5800 x это райзен и видеокарта 3060 ти ну и 32 гигабайта оперативной памяти теста я правда делал на чуть более старой машине но они мне кажется еще актуальны то есть все это богатство чтобы играть компьютерные игры да на самом деле да можно сколько угодно оправдываться это для работы что это все типа как бы чтобы программировать но в основном да чтобы поиграть тогда пока или приставки смотря какие игры если шутеры или стратегии то однозначно пока если приставить что-то там типа надо посидеть на диванчике спокойно посмотреть как красивое кинцо у нас бежит по экрану то тогда приставки хорошо я думаю что уже прошло достаточно времени наши зрители собрались давай переходить твоему докладу давай ну что ж начинаем всем привет сегодня я расскажу про то какие параметры компьютера и как влияют на скорость сборки градов проекта зовут меня данил перевалов и я работаю андроид-разработчиком в циан начнем с того зачем нам вообще все это знать основная мотивация в том что хочется купить личный компьютер или там сиай при этом максимально эффективно расходы бюджет не хочется покупать что-то плохо собирающие сборки пусть дешево но и в то же время не хочется там переплачивать за определенную лишнюю производительность но есть одна основная проблема непонятно какое вообще железо стоит брать в какие параметры компьютера вообще стоит вкладываться из чего следует основная цель этого доклада во первых понять какие параметры и как влияют на скорость сборки как следствие из этого понять что лучше купить ну и как следствие понять где сэкономить при этом ну и косвенно мы немножко заденем тему разницы во времени сборки между одномодульным и многомодульным проектом как вообще понять какие параметры и как влияют на скорость сборки лучший способ для этого это провести тесты мы сравним влияние разных компонентов компьютера на скорость сборки и сможем собственно выделить ключевые для начала чтобы результаты тестов у нас были простыми понятными давайте определим методологию сразу предупреждаю что циферок будет много очень но как бы что поделать такой жанр начнем с со стенда над которой мы будем собственно издеваться это мой домашний комп так что не ищите какой-то сакральной логики в подборе компонентов в качестве процессора у нас резин 3600 6 ядер 12 потоков в качестве оперативной памяти две планки по 8 гигабайт и две планки по 16 гигабайт от crucial ну и в качестве накопителей целый набор это ноутбучный жесткий диск обычный там три с половиной диньмовый жесткий диск cata ssd и nvme ssd ну и в качестве операционной системы у нас windows 11 по умолчанию если я вдруг где-то не упомяну какой компонент у нас сейчас используется то знайте что это процессор в режиме авто то есть базовая частота 3600 но бустится до 4200 32 гигабайта оперативной памяти и накопитель nvme ssd теперь про проект который мы будем собирать им будет наше android приложение циан мы собственно кто не знал сервис по покупке продажи или аренде жилой и коммерческой недвижимости а также у нас есть там дополнительные сервисы типа циан ипотека и циан сделка над приложением у нас трудится 20 android разработчиков месяц через нас проходит более 1 7 миллиона пользователей в день более 270 тысяч также наше приложение установлено более чем на 3-4 миллиона устройств сам проект содержит 410 града модулей 440 тысяч строк kotlin 110 тысяч строк java и 170 тысяч строк xml что-то мне подсказывает что мобильные приложения из тонких клиентов куда-то не туда свернули что же мы собственно и чем будем мерить какой у нас инструмент измерения для проведения тестов мы будем использовать града профайлер это такой специальный инструмент который позволяет производить измерение времени сборки и отдельных ее этапов также он позволяет писать кастомные сценарии что как раз нам и понадобится затем на основе этого он генерирует красивый отчет в котором сам определяет минимальное медианное максимальное время сборки и даже график для нас донесует теперь давайте поймем какие же сценарии мы будем измерять всего у нас их три это многомодульная горячая многомодульная холодная и одномодульная холодная по названию естественно ничего не понятно поэтому давайте подробнее разберем каждый из них начнем с многомодульной горячий для ее симуляции просто вносим изменения в kotlin файл одного свечовых модулей и перезапускаем сборку этот модуль у нас подключен только главному модулю как runtime only опасным красным цветом у нас отмечены модули которые пересоберутся а зеленым те которые будут up to date то есть при изменениях в этом модуле ничего лишнего не пересобирается только модуль в котором произошли изменения и собственно app модуль на таймлайн сборки у нас большинство модулей будут что логично up to date так как изменениях модули нет а значит собирать их смысла нет модуль с изменениями app модуль естественно будут собраны по сути это наверное самый частый сценарий в разработке я бы назвал его основным теперь про многомодульную холодную для ее симуляции будем пересборкой делать клин а также передадим в грэдо аргумент но build кэш таким образом кэши задействованы не будут как можно заметить ни капелюшечки зеленого цвета все красное в итоге пересобирается вообще весь проект за счет многомодульности клин и сборка у нас будут осуществляться параллельно насколько это в целом возможно для проекта например последний модуль app обычно собирается там в полном одиночестве потому что он последний холодную сборку на локальной машине приходится делать довольно редко только когда в там что-то сильно кардинально в проекте поменялось но все же приходится да и на ся это довольно часто ну и напоследок холодная сборка приложения как будто бы она одномодульная не все же как бы использовать многомодульность а вдруг результаты там для одномодульных и многомодульных проектов сильно отличаются непорядок поэтому давайте попробуем симулировать и такой тип сборки для этого также перед сборкой будем делать клин а также передадим в грэдо аргумент но build кэш но в дополнение к этому установим только один кредо воркер с помощью max worker 1 и передадим флаг но параллель с точки зрения структуры относительно многомодульной холодной сборки у нас ничего не поменяется все также все красное все пересобирается а вот таймлайн у нас изменится кардинально вместо параллельной сборки у нас все составляющие сборки будут выполняться последовательно за счет этого получается как бы симулировать одномодульное приложение в котором тоже все по сути делается последовательно предупрежу что будь у нас реально одномодульное приложение то бы она бы собралась чуть быстрее чем симуляция так как не было бы задержек из-за конфигурации дополнительной ну и в целом огромное количество таск из-за многомодульности тоже свои накладные расходы вносит ну и так как мы сравниваем собственно результаты этих сборок только между собой то для нас это в принципе устраивает ну и настало время поговорить собственно про прогоны и погрешность начнем с прогонов каждый из сценариев прогоняется ровно шесть раз первый раз для прогрева и потом еще раз пять раз происходит измерение в качестве финального результата мы считаем медианное время сборок это значит что мы сортируем результат пяти прогонов от меньшего к большему и берем только тот что посередине так как у нас могут быть погрешности то разницу меньше чем в два процента мы не будем учитывать именно два процента потому что именно такая разница между значениями которые можно получить если просто последовательно перезапускать сценарий без изменения конфигурации компьютера это такая минимальная цифра погрешности которым не удалось достичь это пришлось побавлась с настройками windows антивируса служб тот результат поговорим немного про градал properties я постарался не включать настройки которые бы сильно влияли на погрешность хоть и ускоряли во время сборки поэтому никаких кэшей вообще то есть выключаем build кэш configuration кэш и градал даймон начнем с настроек которые не будут меняться собственно это флаги отключения демона кэше и включение инкрементальной сборки тут ничего особо интересного поэтому посмотрим на те настройки что будут меняться у нас их всего три начнем с use parallel gc все что он делает это включает параллельный garbage collector это неплохо ускоряет время работы garbage collector делает он это стабильно так что по сути он тоже постоянный а вот xmx уже нет это количество оперативной памяти которой мы выделяем кучи для для кучи сборщика градал может возникнуть такой вопрос а почему бы не дать им вообще всю доступную оперативную память и не париться не стоит забывать что сама операционка во первых ждет оператива как беременная лошадь плюс у сборщика градал есть не только куча но и стек он также место занимает плюс еще компилятор kotlin немножко отжирает и при слишком большого значения при выставлении слишком большого значения сборка наоборот может сильно замедлиться так как начнет использоваться swap экспериментальным эмпирическим методом я выяснил что наш проект не собирается там с четырьмя гигабайтами собирается уже с пятью гигабайтами но не быстро ну а там при шести гигабайтах он вообще сладкая булочка работает быстро стабильно поэтому конкретно для нашего проекта минимально приемлемым является именно 6 гигабайт идеально уже для тестов вариантов стала сложнейшая формула то есть мы берем общее количество оперативной памяти отнимаем 8 гигабайт которые по логике как раз и пойдут у нас там на операционную систему стек там всякие дополнительные активности и тому подобное так как в тестах мы используем либо 16 гигабайт либо 32 то этот параметр естественно будет либо 8 гигабайт либо 24 гигабайта соответственно ну и напоследок про worker макс с ним все просто это количество градал воркер который будет использовать градал выставлять мы будем по принципу количество градал воркер равно количеству потоком процессора ну и теперь определимся с параметры компьютера которые будем собственно измерять я очень долго думал над тем как можно поиздеваться над компьютером и в голову мне пришли следующие варианты это частота ядер cpu чистота ядер потоков количество ядер потоков cpu количество оперативной памяти частота оперативной памяти ну и напоследок скорость чтения за постоянной памяти то есть нашего накопителя по итогу мы увидим общее время сборки а также время ее составляющих то есть это время конфигурации время клин для холодных сборок время которое у нас garbage collector отъедает и время на время собственно build ну и чтобы не путаться давайте взглянем на результат теста слева у нас перечислены варианты теста в самом верху он световая легенда чтобы не запутаться справа общее время сборки для варианта по центру таймлайн этого варианта он разбит по цветам соответствующим легенде и тут же рядом количество процентов на которые сборка стала собираться быстрее относительно самого самого первого варианта ну и наконец-то кульминационный момент сами тесты начнем с частоты ядер процессора биос убираем turbo boost и фиксируем частоту процессора у нас будет 3000 мегагерц в качестве минимума 3600 мегагерц что на 20 процентов больше и 4200 мегагерц что аж на 40 процентов больше минимума давайте посмотрим на результаты начнем мы с многомодульной холодной и получаем плюс 14 2 процента на 3600 и аж плюс 23 7 процента на 4200 результат очень и очень даже значительный видно что в холодную в холодной сборке больше часа времени занимает build кто бы мог подумать да затем идет gc затем конфигурация и где-то в самом конце плетется клин важно заметить что прирост от наращивания частоты большой но при переходе с 3000 мегагерц на 3600 то есть на 20 процентов мы ускорились на 14 2 а вот при переходе с 3000 на 4200 то есть прирост на 40 процентов мы ускорились лишь на 23 7 процента то есть зависимость частоты от скорости сборки она нелинейная то есть нельзя бесконечно повышать частоту и там ускоряться теперь про одномодульную холодно плюс 15 7 процента на 3600 и плюс 25 8 на 4200 прирост даже выше чем в многомодульном варианте но сразу бросается в глаза что типа одномодульная сборка у нас в абсолютных цифрах медленнее в три с половиной раза то есть если там было там от 8 до 12 секунд то тут от 38 до 28 применяя такой сложный алгоритм пальцем в небо мы можем предположить что реальная одномодульная сборка медленнее где-то в трое чем многомодульная для нашего проекта разница в целом колоссальная но может возникнуть вопрос а почему многомодульная сборка быстрее не в 12 раз мы же использовали для для одномодульной сборки один воркер а для многомодульной 12 где собственно разница в 1200 процентов все дело в том что градов довольно умненький как и котлинг как и эгп и в итоге задачи очень даже хорошо параллелятся даже на одном воркер он занимает все 12 потоков процессора но там на 30 на 40 процентов поэтому вся суть ускорения от многомодульности обычно раскрывается именно в горячей сборке а не в холодной слову они плюс 17 9 процентов на 3600 и плюс 24 7 на 4 200 это прям мое почтение в абсолютных цифрах это кстати примерно в 40 раз быстрее чем одномодульная холодная сборка и сразу видно что вот в горячей сборке почти половину времени занимает конфигурация то есть очень очень много поэтому вот для горячих сборок configuration cache это прям must-have какие выводы из этого можно сделать что во-первых частота очень и очень сильно влияет то есть 25 процентов можно ускориться разница между тремя гигагерцами 4 2 гигагерца 25 процентов при приросте 40 на 40 процентов то есть прирост у нас нелинейный холодная сборка медленнее холодная одномодульная медленнее многомодуль не в 12 раз а в 3 если вы думали иначе то не стоило вся суть ускорения многомодульности это им на горячей сборке ну и горячая сборка очень сильно любит configuration cache теперь поговорим про количество ядер в bios мы возвращаем turbo boost и ставим частоту на авто на удивление кстати это почти не влияет на погрешность то есть планировщик ядер в windows работает довольно стабильно вместо этого мы балось с количеством физических ядер выбирая между четырьмя и шестью так как у нас есть smt это аналог гипертендинг от intel он создает у нас на каждое физическое ядро два логических потока то есть число потоков у нас варьируется от 8 до 12 то есть увеличение на 50 процентов многомодульная холодная и мы получаем плюс 19 3 процента при увеличении количества ядер на 50 процентов то есть прирост конечно поменьше чем в случае с частотой но тоже очень хорош правда есть один нюанс в данном случае сильно важно то насколько хорошо у вас все разнесено на модуле так как во время сборки каждого отдельного модуля она может отличаться если модули от которых зависит много других модулей или не имеет большой размер либо большой крыши такой генерации то прирост будет небольшим так как большая часть градов орки будет тупо простаивать в ожидании когда такой модуль соберется то есть создается бутылочная горлышко для примера давайте взглянем на то как соберется у нас условный проект на трех градов оркер у нас есть какие-то там простое в сборке но их всего три они не очень большие все так довольно таки неплохо собирается и попробуем представить тот же проект на 6 градов орки тут конечно все соберется быстрее но в то же время количество и размеры простоев они тоже увеличились в итоге чем больше градов оркер и ядер процессора тем меньше пользы приносит каждая новая из них поэтому чем меньше в вашем проекте таких блокирующих модулей и чем меньше времени занимает их сборка тем больше эффект вам даст прирост именно от количества ядер напомню что у нас в проекте 400 модулей и прямо монолитов каких-то нету а прирост всего плюс 19 3 процента теперь про одномодульный вариант ну тут в целом ожидаемо что прирост в одномодульной сборке от количества ядер ну будет не особо потому что параллель это как бы особо и нечего у нас по сути последовательная сборка но прирост есть как раз таки из-за того что там грэдл котлин агп они молочины пытаются параллели даже вот когда у вас там одномодульный проект в горячей сборке прирост тоже не такой большой как многомодульный холодный всего 10 6 процентов так как ну опять же параллелить просто нечего нам надо всего собрать два модуля собрать их придется все равно последовательно потому что апп должен собраться последним ну и прирост не слишком большой также можно заметить что прирост этот в основном от того что у нас garbage collector параллельный то есть его время очень сильно уменьшилось ну естественно параллельный garbage collector любит когда у него много ядер прежде чем перейдем к выводам я хочу рассказать про интересный непонятный мне факт можно заметить что сборка с частотой выставлены в авторежиме в которой частоты напомню должны доходить до 4200 собиралась у нас 1032 но когда мы руками выставляли 4200 мегагерц то это было 846 на деле вот результат в авторежиме находится где-то между тремя тысячами 3600 что как бы очень сильно подозрительно сначала думаю что у меня где-то косяк в тестах но для того чтобы исключить косяки я прогнал теста еще несколько раз но результат не поменялся тогда предположу что возможно проблема там в turbo boost который выставляет слишком низкие частоты но прогон тестов включенным мониторингом показал что это не так частоты почти всегда были выше 4 гигагерц дополнительно я проверил в doom 2016 для полной надежности наиграв там несколько часов исключительно научных целях конечно же в игре с частотами тоже все было нормально то есть проблема была не в turbo boost самое занятное что со временем я обновил свой процессор до райзен 5800 и у него тоже прослеживается подобное то есть на фиксированной частоте 4200 результат получается лучше чем в режиме авто в котором судя по показаниям мониторинга частоты доходят до 4700 я искал объяснение но честно говоря так и не нашел возможно проблема там в turbo boost и в md возможно windows 11 или в его планировщике ядер для md а может и сам грэдо какие-то подлянки подкладывает но это какая-то отдельная тема для изучения ну и наконец выводы по количеству ядер количество ядер сильно влияет только в многомодульной сборке чем лучше распаралелен проект тем больше прирост ну и слишком много ядер для сборки не нужно лучше все-таки как-то там вложиться в чистоту там прирост у вас будет выше с процессором закончили давайте посмотрим на память начнем с самого простого это с количества памяти берем два комплекта на 16 гигабайт и на 32 выставляем одинаковые настройки частоты тайминги напряжения вот это вот все моем случае это было два комплекта одного производителя и из одной линейки к тому же поэтому там особо ничего делать не пришлось по традиции начнем с многомодульной холодной и прирост 12.5 процентов вообще-то очень даже неплохо но можно увидеть что основной прирост от уменьшения времени gc то есть целом понятно что вот мы выделили больше оперативной памяти поэтому гарбач коллектора меньше причин просто срабатывать время непосредственно же билда стала тоже меньше но совсем чуть-чуть одномодульная холодная всего два процента это прям вообще вот на уровне погрешности по всей видимости это из-за того что сборка более последовательная и в отдельный момент времени много оперативной памяти не надо ну естественно гарбач коллектора тоже меньше причин срабатывать так как все последовательно ну и напоследок многомодульная горячая 2 и 7 процента тоже вообще ни разу не впечатляет но тут можно понять что вот когда мы поменяли всего два модуля то оперативной памяти как вообще крапали нужны компилировать почти не ничего поэтому весь прирост если есть то опять же вот ускорение gtc какие выводы можно сделать что на си там где у нас холодная сборка можно да действительно больше памяти и будет хороший прирост на локальной машине если у вас проект сопоставим с нашим то 16 гигабайт но в принципе пока достаточно ну и одномодульному проекту что-то как-то вообще плевать на количество оперативной памяти то есть если он не падает то собирается примерно на то же время теперь посмотрим на частоту она отвечает за пропускную способность памяти поэтому откидываем комплект на 16 гигабайт сторону берем комплект на 32 и выбираем частоту там 2400 мегагерц 3000 мегагерц что на 25 процентов больше и 3600 мегагерц что уж на 50 процентов больше и что самое главное обязательно фиксируем тайминги в bios и вы наверно подумали а что еще за тайминги и почему их обязательно фиксировать самое простое объяснение которое я слышал что такое тайминги звучит примерно так представьте что у вас есть оперативная память и это вот как набор шкафов с книгами когда оперативной памяти нужно обратиться к своей ячейке это равнозначно тому что вам надо достать книгу из шкафа у вас есть номер шкафа то есть как бы номер чипа памяти номер полки как будто номер строки ну и номер книги на полке номер столбца чтобы вам прочитать какую-либо книгу вам потребуется три четыре действия подойти к шкафу пододвинуть лестницу к этому шкафу взять книгу и вернуться лестницу в начальное положение каждое из этих действий отнимает разное количество времени там подойти к шкафу это 17 секунд пододвинуть лестницу 20 секунд вернуть обратно естественно тоже 20 ну и там найти книгу 42 секунды в итоге ваш тайминг 17 20 20 42 в секундах также примерно и в оперативной памяти только процессор у нас оперирует не секундами а тактами вот тут дело и вступает частота частота это количество тактов в секунду и например 15 тактов с частотой 3000 это примерно 5 миллисекунд естественно в реальных компьютерах там 3000 мегагерцова скорее уже будет но для понимания так пока и вот тут начинается самое интересное если тайминги не зафиксировать в bios то материнская плата возьмет и сама их выберет зачастую она сделает это с большим запасом и когда мы подняли там частоту она может взять и наш тайминг переключить с 15 на 16 в итоге просто подняв частоту мы вообще никакого прироста можем и не видеть ведь там 15 разделить на 3000 это то же самое что 16 разделить на 3200 и там и там 5 миллисекунд собственно поэтому тайминге обязательно надо зафиксировать потому что материнские платы любят побаловаться в моем случае это было 20 20 20 42 и сап тайминге я поставил на то значение которые нормально работают на частоте 3600 ну и далее просто уменьшаем частоту до 3000 и до 3000 и 2400 в итоге у нас получается следующие цифры пропускной способности это я замерял примерно в среднее из пяти порогонов на 2400 мегагерц у нас чтение 25 гигабайт секунду а запись 20 гигабайт секунду на трех тысячах 36 гигабайт секунду на чтение и 25 гигабайт секунду на запись и на 3600 мегагерц на чтение 42 гигабайта секунду и на запись 31 гигабайт секунда то есть как видно вот мы там частоту на 25 процентов повысили, ну и скорость пропускная тоже где-то на 25, на 50 процентов повысить тоже где-то на 50. Ну, давайте посмотрим на результаты. Начнем, как всегда, с многомодульной холодной. И, честно говоря, результата почти нет. Всего 2,1 процента на частоте 3000 и 3,1 процента при частоте 3600. Видимо, к компилятору Java, компилятору Kotlin не так важна скорость памяти. Видимо, голода памяти, так называемого, не наступает, и у процессора всегда есть данные, чтобы работать. Могу предположить, что для процессоров, у которых там очень много ядер 64, там частота уже будет иметь большее значение, как и пропускная способность. Но для какого-то такого простого компьютера нет. Одномодульная холодная сборка. Тоже не густо. 2,6 процента на частоте 3000 и 2,9 процента при частоте 3600. Просто, опять же, небольшой и абсолютно ничего интересного. И многомодульная горячая. Тут результаты хоть какую-то видимость начинают подавать. То есть, на частоте 3000 это на 4 процента и на частоте 3600 это 10,4 процента. Но в данном случае нужно посмотреть на абсолютные значения и разница между худшим и лучшим вариантом всего 5 секунд, что, опять же, не впечатляет. Плюс, в основном, уменьшилось время именно конфигурации, которое можно срезать configuration кэшом и прироста, скорее всего, опять же, не будет. Какие выводы из этого можно сделать? Это, наверное, самый разочаровывающий тест. Не знаю почему, но я ожидал, что будет гораздо-гораздо лучше. Ведь в тех же играх можно за счет частоты, там, до 15 процентов прироста получить в сложных сценах. Но в целом можно понять две вещи. Покупать дорогую память не стоит, потому что иногда разница между частотной памятью и базовой, там, в три раза может достигать. Лучше эти же деньги потратить на увеличение объема. Все типы накопителей, что у меня есть дома. Это, собственно, жесткий диск 2,5-дюймовый. Даже не помню, откуда он у меня. Возможно, из старого ноутбука, а, возможно, даже и не мой. Жесткий диск на 3,5-дюйма. Как и у всех, наверное, используется как файл-помойка. SATA SSD. Между прочим, купил специально для этих тестов. Могу гордиться. NVMe SSD, собственно, мой основной накопитель. И в качестве такого суперспециального гостя я решил использовать RAM Storage, делая его с помощью программы AMDisk. Чуть подробнее про этот самый RAM Storage. По сути, мы берем и выделяем в оперативной памяти какую-то область, в которой мы будем обращаться, как будто это накопитель, то есть в левом нижнем углу. В теории оперативная память у нас сильно быстрее, чем вообще любой накопитель. Но вот у нас есть, я замерил всю вот эту вот скорость чтения и записи, и тут не все так однозначно. Если посмотреть, то на деле все сильно сложнее. Сначала вот от накопителя к накопителю у нас действительно только растет скорость. Но когда мы доходим до RAM Storage, вся логика вообще напрочь ломается. Скорость последовательного чтения ниже, чем скорость записи, а случайное чтение и запись медленнее, чем на NVMe SSD. Дело в том, что это связано в принципе как с самой эмуляцией накопителя внутри оперативной памяти, так и с файлой системы, которая там располагается. Но основное тут в том, что работа с оперативной памятью по сути ведется постоянно. И вашему процессору нужны какие-либо данные и из оперативной памяти, и с накопителем. И в итоге получается как бы бутылочная горлышко, где две вот эти сущности, как будто постоянный накопитель и оперативная память конфликтуют между собой за пропускную способность. Дальше все просто. Запускаем операционную систему не с того накопителя, на котором находится проект. Не забываем при этом обязательно добавить папки с проектом в исключении индексатора и антивируса, как это собственно Google рекомендует, и иначе потом можно переделывать тесты заново, ну либо просто дольше ждать сборку. Погнали! Многомодульное и холодное. Цифры я озвучивать не буду, тут в принципе все очень и очень наглядно видно. Похоже, что для холодной сборки, многомодульной, использовать жесткий диск уже вообще категорически нельзя. Видимо, слишком большой объем данных нужно получить с накопителя, так еще и при сборке записываются сотни тысяч и чуть ли не миллионы каких-то мелких файлов, с которыми у жестких дисков не очень. В итоге вся сборка упирается в него, таким образом жесткий диск просто становится бутылочным горлышком. А вот разница между SATA SSD, NDME SSD и RAM Storage не столь драматичная, но прирост все же есть. Если смотреть конкретно на RAM Storage, то разница между ним и NVME SSD 22 секунды. Это неплохо, учитывая разницу в стоимости. Но стоимость за 1 гигабайт оперативной памяти и NVME SSD очень сильно отличается. И если вспомнить тест про количество оперативной памяти, то там разница была в районе 30 секунд. И получается, что на деле лучше взять и пустить оперативную память по ее прямому назначению, а не пытаться как-то придумывать RAM Storage. одномодульная холодная сборка. Тут цифры не такие драматические. Такая сборка меньше всего выигрывает от замены накопителя. Но опять же видно, что от SATA прирост прям хороший, а дальше уже как бы чуть поменьше. Ну и напоследок многомодульная горячая. И тут, собственно, вообще никакого результата. Но, в принципе, можно понять, что действительно для горячей сборки от смены накопителей ничего не поменяется. Слишком малый объем данных нужно там сочетать, записать и тому подобное. Всего два модуля. Поэтому скорость накопителя даже не успевает на это как-то повлиять. Тут все абсолютно в рамках погрешности. Какие выводы из этого можно сделать? Ну, во-первых, кажется, что от жестких дисков стоит как бы, ну, отказаться, если вдруг они где-то у вас находились или проект находился на жестком диске. Вместо него, в принципе, можно спокойно уже взять SSD. Слишком уж много плюсов он дает. В целом, как видно, достаточно и обычного SSD, но лучше действительно NVMe взять. От него прирост там не слишком колоссальный, но в то же время они по цене-то почти одинаковые сейчас. Последние месяца стали. Ну, и RAM storage-то какой-то, честно говоря, ненужный шик, по крайней мере, на винде, по крайней мере, с программой диск. Ну, и самый-самый последний тест — это Apple M1. Мне было интересно сравнить, собственно, обычную нашу ПК-архитектуру с новыми вот этими M1. Я взял три варианта — это, собственно, PC — это тот компьютер, над которым мы издевались, то есть Ryzen 3600 — это у нас 32 гигабайта оператива и NVMe — жесткий диск. Ой, SATA. NVMe SSD. Вот. Ну и, собственно, обычный M1 компьютер с 16 гигабайтами оперативки — это MacBook Pro и MacBooks M1 Pro с 32 гигабайтами оперативной памяти. И если сравнивать ПК и обычный M1, то обычный M1 даже проигрывает на 5,5%. Но вот зато M1 Pro просто какие-то кульбиты выписывает, и он на 41% быстрее, чем и ПК, и его M1 собрат. По крайней мере, в нашем проекте. Если говорить про одномодульную сборку, то тут и обычный M1 и M1 Pro показывают очень хорошие результаты — около 45%. Обычный ПК же очень сильно отстает. Ну и в горячей сборке также у нас M1 еще больше, даже на 50 с чем-то процентов вырывается вперед, но конкретно в горячей тут абсолютные цифры очень маленькие, поэтому тут может не так это прочувствуется. Какие выводы можно сделать? В целом, компьютеры Apple Silicon M1 и M2 — они очень хороши в производительности на одно ядро. То есть у нас и одномодульная очень сильно, вообще просто колоссально ускорилась, и горячая многомодульная ускорилась. Единственное, что M1 отставал в многомодульной холодной сборке. А вот уже версии Pro Max Ultra, они хороши еще и в многопотоке. Поэтому если вдруг вы собирались брать себе Mac, и у вас многомодульный проект, и вам периодически надо холодной сборки собирать, рекомендую посмотреть именно на Pro Max Ultra-версии. И встает вопрос, а вот я вот кучу тестов вам показал, выводы какие-то сделал, а что теперь со всей этой информацией можно сделать? Ну, давайте попробуем применить это к сборке ПК. Начнем, естественно, с процессора и посмотрим на политику AMD. Вот здесь у меня график — это сравнение частот и количества ядер. И я сделал такие линии трендов. И, как мы видим, они у нас от самого младшего к самому старшему процессору, они почти параллельны. Что это значит? Что в AMD сидят не дураки, и они в целом понимают, что людям обычно нужно количество ядер связать с количеством, с частотой. То есть не получится купить очень частотный процессор с небольшим количеством ядер. Или, наоборот, процессор с огромным количеством ядер, но с небольшой частотой. То есть все это растет, в принципе, более-менее относительно друг друга параллельно. Если говорить про конкретные модели, то, на мой взгляд, нижний сегмент сразу отпадает, потому что у него низковата частота. То есть 4,4-4,2 ГГц все-таки маловато. И в то же время я бы выкинул самые старшие модели, потому что на 5950 32 потока. И я сомневаюсь, что у большого числа людей настолько сильно хорошо все разбито на модули, что этим 32 потоком будет что делать вообще. А рост частоты, например, по сравнению с 5800 всего 200 МГц. То есть я бы лучше в его сторону посмотрел, он будет колоссально дешевле. В принципе, примерно похожая история с 5900 Х. Поэтому брать надо середняк и чуть выше, на мой взгляд. Если говорить про Intel, то у них прям вот один в один вы не можете взять высокочастотный прот с маленьким количеством ядер. Фиг вам. В принципе, та же самая политика, что AMD. Единственное, что тут я бы посоветовал смотреть чуть ближе к топу, потому что у них нормальные частоты начинаются уже с 12500 процессора. У Intel также надо смотреть на то, что у них есть процессор со встроенным видеоядром и без него. Без него, естественно, возможно, окажется дешевле и можно немножко сэкономить. Из топов единственный, который я бы не брал, это 12900. Он горячий, и там 24 потока, которые, кажется, вам, опять же, не пригодятся. Также есть нюанс Intel с вот этими энергоэффективными ядрами. Кто не знал, у Intel в современных поколениях есть производительные ядра и энергоэффективные. И как бы предполагается, что когда ты делаешь какую-то слабенькую задачу, используется только энергоэффективные, когда что-то тяжелое, то только производительные. Но до сих пор, спустя год, периодически всплывают какие-то слухи, ишусы и тому подобное о том, что не очень-то хорошо отрабатывает этот планировщик и иногда там важные задачи перебрасывает на энергоэффективные ядра, а там производительные могут простаивать. То есть просто имейте в виду, что можно недополучить немножко своей производительности, по крайней мере, в ближайшем будущем. Если говорить про оперативную память, то если у вас проект с SBRIM с нашим или меньше, то как бы 16 гигабайт все будет работать. Если вы используете только там Android Studio и пару-тройку программ, то, в принципе, все круто. Если у вас проект больше, то, наверное, вам уже не хватит. Альтернатива – это 32 гигабайта, но нужно понимать, что это вдвое дороже. Но зато вы можете забыть о том, чтобы вкладки в хроме закрывать и вообще программы, и все будет окей. Вот. Про накопитель. Как я уже говорил, стоит выбирать только между SATA SSD и NVMe SSD. И SATA стоит брать, наверное, только в том случае, если у вас нет слота под NVMe, потому что в текущих реалиях кажется, что стоят они примерно так же, но NVMe SSD быстрее. Если говорить про ноутбуки, то, наверное, самая главная дилемма, которая стоит, это взять там себе Apple. Это будет, как мы видели, производительно. Это будет достаточно тихо за счет ARM процессоров, но это будет очень дорого. И обычный комп, в котором дешевле, и есть такой еще не очень относительный к сборке факторов, что и поиграть можно будет. Штука все-таки чуть более универсальна. Если там зайти в случайный магазин, то можно увидеть, что за цену Apple с M1 Pro можно, в принципе, взять либо 5 ноутбуков такого среднего сегмента, который походить можно. Либо уже 2,5 ноутбука, уже более таких серьезных, на которых можно полноценно программировать. Там уже будет Ryzen 5 800, и в целом все шикарно. Но не стоит забывать, что у обычных ноутбуков, которые мы можем встретить, есть такая проблема, как троттлинг. Что это вообще такое? Это когда процессор у нас сбрасывает частоты при сильном нагреве. То есть, естественно, как мы видели, частота – это у нас ключевой фактор, а тут еще он частоты дополнительно сбрасывает, и сборка вообще может долго идти. При этом нужно понимать, что в ноутбуках в целом обычно ставят процессоры с более низкими частотами. На 400-600 МГц они обычно ниже. Поэтому, если вы хотите работать за ноутбуком, но не хотите тратить много денег, то, в принципе, есть вариант с мейнфреймером, что это вообще такое. То есть, у вас где-то в вашем офисе стоит очень-очень мощный сервак, вы со своих ноутбуков к нему подключаетесь, и, собственно, во время нажатия заветной зеленой кнопочки с помощью плагина Miracle все ваши файлы синхронизируются с этим сервером, сервер собирает сборку и возвращает вам результаты. Обычно это АПК, либо какие-то там результаты тестов. Вот. В чем профит? Ну, естественно, ваш компьютер перестает что-либо собирать. Вот. Естественно, он прослужит вам больше, он не будет греться, он не так будет быстро разряжаться, и, наверное, там, что самое главное, можно чуть сэкономить на железе. Понятно, что какие-то совсем дешевые компьютеры не взять, потому что сама Android Studio, в принципе, довольно требовательная. Но там не обязательно брать уже топчик, можно посмотреть на средний сегмент. Что касается CI. Могу единственное, что сказать, жесткие диски пока. Вот на CI еще, если где-то оставались, нет, все, нафиг выкидываем. Он помимо того, что в целом медленный, так вот замедляет сборку, как мы видим, на минуточку до 25%, может быть, медленнее. Так еще и электричество жрет. Вообще никаких плюсов, ужасная штука. Что мы для себя выбрали на CI? Если говорить про CPU, там, естественно, стоит какой-нибудь 64 ядерный, 32, ой, 64 поточный, 32 поточный процессор, то это где-то 8 потоков на сборку. И в целом, если есть какой-то выбор между, например, более частотным процессором, но с меньшим количеством ядер, и большее количество ядер, но меньшее частота, лучше, естественно, посмотреть в сторону частоту. И примерно то же самое можно сказать про поколение. То есть, не знаю, выбор стоит между Xeon 64 поточным, но старого поколения, или 32 поточным, но нового. То я бы, наверное, ставил на то, что более новое поколение с 32 потоками может больше прироста даст именно в сборке. Если говорить про оперативную память, то тут мы ставим в XMX на 4 гигабайта больше оперативной памяти, чем на личных машинах, потому что на CI часто еще всякие проверки, проходят там типа чеки и тому подобное, им тоже оперативная память нужда. Ну и, собственно, про ROM я уже сказал, это минимум SATA SSD, NVMe обычно на серверах нет. Также стоит подумать о такой дилемме, что если кто помнит в свое время, для iOS-ников, для симуляторов, закупалась такая пачка Mac Mini, которые гоняли эти эмуляторы, и это было гораздо дешевле, чем собирать, покупать какой-нибудь Mac Pro и тому подобное. Вот, возможно, учитывая цену Mac Mini с M1, возможно, эти времена можно вернуть, купить себе стопку Mac Mini и на CI гонять сборки на них. Вот, но есть такой нюанс, что времена сейчас, скажем так, смутные, и все очень сильно зависит от того, какое железо вы можете достать и по какой цене. То есть, прям конкретно рекомендовать что-то мне очень сложно, потому что, ну, не знаю, кто-то сможет себе там для себя купить на Алиэкспрессе процессор, а компания не может покупать на Алиэкспрессе, потому что через благоутель это не провести. И, естественно, там приоритеты в железе очень сильно меняются. Какой итоговый итог вообще можно всему этому подвести? Во-первых, я бы посматривал в сторону Apple. В принципе, если они продолжат в том же темпе, то конкретно для сборок штука очень-очень хорошая. Прям очень классная. Во-вторых, частота процессора важнее, чем количество ядер. Третье, частота оперативной памяти, кажется, вообще ничего не решает. Жесткие диски, кажется, умерли. И, на мой взгляд, если вы хотите сидеть за ноутбуком, то, кажется, стоит использовать MainFramer, возможно, вы так неплохо сэкономите. Что вообще можно сделать сейчас? Каков первый шаг, если у вас многомодульный проект? Для начала я бы вообще просто взял и определил, какое максимальное количество ядер вам нужно. Вы берете просто самый многоядерный комп, до какого вы можете дотянуться, и устанавливаете там в Gradual Properties, MaxWorkers 4, 8, 12, 16, и запускаете сборку с флагом Scan. На Scan, многие видели, есть такая штука, как таймлайн, и на нем очень хорошо видно количество пустот. Когда их будет там больше 30%, то в целом можно остановиться. Дальше профита от количества новых ядер и воркеров вам не будет. Вот это и есть максимальный предел по количеству ядер, который вам сейчас нужен. Если же у вас одномодульный проект, то вам как-то надо нарастить частоту. По сути, это, наверное, самый лучший вариант. Но тут либо разгон, либо андервольтинг, соответственно, либо покупка более частотного процессора. Честно говоря, я каких-то качественных альтернатив не вижу. Ну, либо, опять же, Apple, но это равноценно покупке нового процессора. Вот на этом все. Если есть вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу. Да, спасибо, Данил. Ты не обманул действительно очень много цифрок. Это очень сложная презентация. Если вначале я думал, что можно купить самое топовое, дорогое релизы, оказывается, в этом мало смысла. Спасибо тебе. У нас остается мало времени. Давай под запись на небольшой вопрос ответим. Владислав Зимцов спрашивает. Влияет ли операционная система на скорость сборки плюс-минус может ли при идентичном же железе? В общем, влияет ли при одном и том же железе операционная система на скорость сборки? Конкретно я не тестил, поэтому это прям не 100% подтвержденная инфа. Но если попытаться рассуждать логически, то кажется, что Linux должен выигрывать, потому что винда замусорена службами различными. Они в фоне там гоняются, отъедают всякие наши ресурсы. Но насколько как-то, короче, натыкался я на такое исследование, скажем так, где чуваки померили, и винда оказалась впереди. То есть в целом это действительно будет влиять. Там действительно, скорее всего, может быть 5-10%. Но где конкретно кто выиграет, не могу сказать. Вот натыкался на противоречивую информацию. Ну, я добавлю, что устройство в сборке участвует очень сильно OpenGDK. И реализация этого GDK, даже одного и того же OpenGDK на винде, на Linux и на Mac, это будут разные реализации. И в зависимости от этой реализации, конечно, очень много может сказаться. Поэтому однозначно можно сказать, что да, влияет. Но, к сожалению, мы не можем ответить на вопрос, насколько это влияет. Так, ну, у нас заканчивается время, поэтому я тогда предлагаю с остальными вопросами перемещаться в дискуссионную комнату. Данил, еще раз спасибо. Всем спасибо за то, что смотрели презентацию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok